всем привет хотелось сказать продолжаем но мы ничего не продолжаем а начинаем и начинаем как вы видите но я не думаю что у меня будет блин длинный цикл но начинаем пробовать создать какую-то игру короче я по аналогии с предыдущими обзорами там двух движков один был go dot или год от а второй тоже какой-то был я не помню вот по аналогии я запущу туториал и по туториалу пройдемся и создадим какую-то ну игру что ли ну это у нас корона корона engine написано пишут что легкое обучение и корона framework работает на всех платформах не знаю на всех или на всех но под убунту вот так вот нельзя скачать и установить можно только под mac и под windows что еще тут интересно вот вот это интересно основан на луа и говорят ну как бонда и по бесплатен ну на самом деле я скачал установил вроде бы все бесплатно чё тут короче об этом вы почитайте лучше на сайте он как вы видите русскоязычный но сами уроки от введения создаем приложение и все такое это уже на английском также он есть какие-то гиды а ну-ка основа сборка монетизация но здесь все на английском но я не думаю что будет большой труд это все во всем этом разобраться говорят вот здесь прям писали что на основе корона ну или так или иначе корону короче использовали даже в таких играх как angry birds и все такое но не корону а луа наверное это говорили про луа ну да язык луа скриптовый язык он используется много где очень много где так короче чё я сделал я скачал эту корону из дека кстати за что еще хотел сказать мне как бы об этой короне написал один но я не знаю подписчик он или не подписчик но пользователь пользователь человек и попросил как бы даже не попросил просто спросил буду ли я делать обзор но это давненько было вот я сказал сделаю короче он мне бросил еще ссылки на сообщество в контакте вроде бы в телеграме ну и ссылку на этот сайт вот эти ссылки будут внизу под видео поэтому ну там наверное форм он бросал я точно не помню очень мало времени вот я его попросил он не бросил ссылки найти сообщества там телеграм был вконтакте вот этот сайт может что-то еще короче все эти ссылки что он не бросил я думаю если вы заинтересуетесь этой короны то там в телеграме либо вконтакте вам как бы люди помогут вот люди помогут так ну и писать я буду все как говорится на одном кадре потому что здесь вот это вы видите вы видите я пишу об студии здесь нету паузы поставить можно остановить запись потом новую запись начать вот так вот а потом это все монтировать короче буду на одном кадре что я уже сделал это я скачал visual studio код ну редактор да по тому что как бы собственного редактора здесь нет ну типа пишут он и не надо и все такое короче установил visual studio код там вроде какие-то даже плагины есть я не не ставил вот здесь потому что фиг его знает я второй раз на самом деле вижу эту visual studio код первый раз когда я под линуксом пробовал на дотнете что-то написать ну и а ну и второй раз и вот скачал корону sdk запускается вот такой симулятор что-то вроде чего вот вот корона симулятор собственно говоря вот здесь будем создавать вот это я вчера для теста создал проект но я его не запускал я посмотрел что он создался вот он это не он это устройство эмулятор короче приступим и так чё нам надо нам надо в видение добро пожаловать добро пожаловать вот ну введение мы не будем читать тут пишут что можно на любой платформе даже на устройствах тиви apple tv файл тиви андроид тиви windows мак можно размещать приложение в маркетах всяких но много всего написано конечно же нам это пока не надо итак давайте начнем до создания первого приложения ну что ж перейдем к туториалу к туториалу чё тут написано написано вот редакторы которые ну я так понимаю рекомендуют и я вот здесь видел вижу студия код и увидел корона ту чё за корона ту не знаю не ставил не настраивал и не знаю буду ли ставить или настраивать так открыть вижу студику но можем давайте наверно сейчас и откроем ух ты блин давайте инсталлинах есть риу лот ту активате ну типа и чё ну наверно она поставилась и наверно все хорошо так ладно создавайте игры месяц корона конечно же создадим короче 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 вот 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 переходим к уроку да так и наше первое приложение будет вот что-то вот типа такого какой-то шарик и что-то надо будет делать так что нам надо сделать нам нужно сделать для этого проекта нужны три картиночки а как их скачать а вот source файл и чё а вон они показать в папке так распакуем extract all ладно ладно давайте дальше так это все хорошо где на create project подождите-ка а вот написано откройте корона симулятор я его открыл вот дальше нажмите новый проект понятное дело и давайте вот такое имя прям и зададим баллон так типа по шарику будем нажимать да так давайте new project путь я выберу 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 вот здесь я создал папочку у себя нет не тут вот вот тут корона так имя имя был он так как они говорили оставить blank template options вот оставили фон present это мы выбираем на чем ну как бы на каком устройстве для какого устройства это делаем соответственно выберем телефон да вот у нас ширина экрана и высота что тут дальше ну и оставьте все по умолчанию хорошо нажимаем ok блин ну вот это очень некрасиво смотрите ну я так понимаю там еще половина этого телефона где-то внизу давайте а вот видел давайте ну да смотрите разрешение какое-то я хочу на htc презентацию не влазит как-то не влазит как же так-то а надо поменьше поменьше 960 не влазит блин кастом если кастом а какие раз есть есть а ну-ка давайте как background 360 на 570 до получается это получается сколько там тит 400 на 600 или сколько ладно короче пусть будет так пока build android и чё чё это все такое таргета pp100 блин да нету live build не мне не надо его на давайте google play build она создала короче проект и уже его собирает ну сейчас посмотрим как она с нуля все заработает если заработает то конечно же будет интересно так ладно что у нас тут написано дальше говорит нам надо три картиночки хорошо корона поддерживает png in each pack формат есть это хорошо избегайте прогрессии у каких-то чпк файлов хорошо будем избегать так теперь давайте я наверное скопирую вот эти три ух ты блин тут еще моего зато это прямо весь проект ладно я скопирую куда-то чё прям сюда можно и скопировать да вот кстати есть конфиг луа и мейн луа давайте откроем это все и то все в нашем вижу студио код дл корона был он есть открыли пнг эти пнг что-то не видно они есть есть это были просто какие-то левая до пенги так где у нас мейн луа вот он наш мейн луа наш код а кода как такового то и нету ладно чё у нас тут с игрой где ты дан реланч сейчас запустится наша игра которая нету да по умолчанию так чё у нас еще за настройки повернуть ну кто не работал с этим тот конечно не работал я тут ничего не скажу это похоже то принципе разработка под android и под ios есть симулятор и мы на симуляторе видим все что мы пишем да там создаем приложение и видим можем поворачивать разворачивать можем устанавливать как под каким устройством мы хотим видеть ну для того чтобы видеть что кнопочки не никуда-то не уезжают по краям и все такое так ладно ну как такового приложения нету понятное дело функция main у нас точнее main луа здесь никакого кода нету хорошо чё нам на первое но давайте вот так такое напишем сейчас сейчас что если открыть вот здесь посмотреть много ли там написано нету написано немного тогда я вот так вот буду делать это я так понимаю мы сейчас загрузим вот таким вот способом загрузим картиночку хорошо как нам это все собрать баллон корона project был модифицирован перезапустить перегон смотрите как блин круто прикольно прикольно тогда я думаю имеет смысл изменить размер нашего нашего вот этого якобы телефона на на вот такие вот значения триста шестьдесят пятьсот семьдесят но там не триста наверно четыреста шестьсот не какая-то ерунда а если а если реланч сделать как я пойму что он был реланч чинутным build android build ну собирать каждый раз не надо так как это скриптовый язык то изменения мы видим практически сразу же вот вот ну да ладно идем чё у нас но начало неплохое да казалось бы казалось бы я не знаю правда как сейчас там с android студии под айос ну попроще работать симулятором сразу а раньше как бы много чего было вот не очевидно и и вот так вот сходу за пять минут ну сложно было создать какое-то приложение сразу его увидеть вот за пять минут как вот здесь вот здесь блин вот буквально со старта уже подгрузили картиночку но почему-то почему-то я вроде размеры изменил но она что-то пропорционально вот так вот вот так вот не знаю если опять его так вот сделает они то 480 на 800 нет не надо нам такое 320 на 400 не она что-то пропорционально прямо от от этого ну да ладно так первое слово говорит ну в нижнем регистре что это какая-то перемена ну короче я это разбирать не буду я думаю вы уже более-менее мы знакомы с каким-нибудь языком программирования поэтому здесь каких-то сложностей не должно быть давайте разберем вот этот код что здесь делается объявляем локальную переменную какого типа она будет ну это нужно смотреть документацию то есть читать sdk что-то возвращает вот вот это это я так понимаю глобальный объект дисплей и он что-то там возвращает вот дальше ну объект наверное вот этой картинки что ли дальше что нам надо сделать нам надо я так понимаю оцентрировать то есть x и y x и y короче по центру это все сделать давайте попробуем это сделать а во кстати да корона симулятор консоль здесь мы видим что мы видим ну логи которые нам в принципе должны помочь платформа да указана какая проект загружен и все такое ну я так понимаю сюда можно ну как дебажится да скорее всего дебажится это это так блин где это вот здесь какие-то print f и типа писать и все так реланч о все нормально я же не доделал все отлично смотрите несколько минут и у нас уже в принципе неплохое приложение когда-то давно когда только по появились вот эти вот всякие apple market или android market как и ну гугловский когда-то давненько было такое приложение которое стоило денег но она ничего не делала типа я могу себе это позволить люди покупали конечно же показывали да оно стоило денег ну ничего просто надпись типа я могу себе это позволить ну где-то так вот как бы ну подобное приложение мы уже создали как бы ну без надписи но можно уже впаривать я не знаю долларов за 300 ну хотя нет 200 200 и все кто будет видеть вот такое приложение будут понимать что человек может себе позволить заплатить 200 долларов за вот такое приложение ну такая типа шутка короче мы отцентрировали да что произошло что произошло загрузили картинку ну и это я так понимаю разместили по центру эту картинку да я понял она вот здесь вот такой кусочек был по тому что скорее всего что вот где-то ну короче этот x y где-то вот здесь был и оно в целом в целом в целом не влазило ну точнее выходило за края экрана дальше что у нас здесь нам нужно еще загрузить платформу платформа это как мы видим будет у нас шарик и будет вот такая платформа ну давайте загрузим платформу блин на самом деле тут какой-то просто копипаст идет грузим платформу это все вот эти картиночки у нас лежат прямо здесь в корне поэтому 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 смотрите загрузили платформу есть платформа . y это чё мы узнаем ширину что-то я не понял да ширину узнаем ладно так в центр экрана но если вы не знаете координат да то так корона установит центр координат экрана как x ground x ground y ну ладно думаю потом разберемся короче ну я здесь чё смутился потому что вот мы взяли у экрана получили его ширину и минус 25 получается мы изменили ширину этой картиночки а давайте минус 100 минус 100 минус а блин не все правильно все правильно вот это это позиция да мы взяли высоту экрана а все правильно и на минус 25 все все то я сам чуть не понял дальше дальше то есть мы загрузили платформу есть платформа ширина 300 типа а высота 50 есть дальше что нам сделать нужно дальше нам нужно дальше загрузить шарик ну так как это все по нгшке то конечно же все проще да как бы и фон есть и все остается грузим шарик и помещаем его в центре экрана вот так вот дальше давайте перезапустим вот наш шарик довольно быстро работает ну это как это вот здесь у меня быстро работает не знаю как у вас как бы здесь ноут не не самый слабенький поэтому ну мне по крайней мере по скорости отображение результата ну нравится да и видишь сразу так дальше мы добавили шарик в центр экрана что у нас тут у нас тут ну 20 строчек кода давайте вот это даже уберем и вообще получим 12 строчек кода все очень очень легко пока ну на самом деле я могу сказать что вот эти да туториалы ну начало да практически ну во многих подобных движках оно не сложно вся сложность все равно заключается потом надо написать логику надо это раскидать между файлами надо прописать как-то взаимодействие объекта и т.д. и т.п. и короче это на самом деле ну ничего легкого в нашей жизни нету поэтому ну я вкратце почитал отзывы то в принципе пишу что очень неплохой движок для создания вот таких вот простеньких а может и не простеньких игр но мы сейчас дойдем да так что он нам говорит мы создали картинку загрузили и нам нужно был он альфа чё за альфа я так понимаю это это типа прозрачность типа наш шарик сделать немного прозрачным ну давайте сделаем и чё он стал прозрачным давайте поставим ноль два о да действительно смотрите прозрачным всё круто есть прозрачным ну пока неплохо дальше теперь время приступить к физике корона включает бокс 2d физик энжайн чё за бокс 2д да есть какой-то физический движок кстати можно было бы как-нибудь и о нём поговорить так давайте глянем да вон лот чё за да вон лот хостит я так понимаю из исходный код есть исходный код есть на чём оно написано ну конечно же на си плюс плюсе это хорошо так давайте загрузим движок чё нам надо сделать ну вот так объявить локальную переменную physics который требует require модуль physics ну а этот модуль physics я так понимаю включает вот этот движок ну давайте вот это сделаем реланч и чё ну ничего движок запущен это уже хорошо где тут симулятор тут ничего не пишет ну и нам не надо мы в принципе так знаем что всё хорошо так дальше дальше нам нужно добавить 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 платформу да указать то есть добавить в этот движок объект платформу вот платформа да наша которая внизу и я так понимаю мы указываем что она статична то есть к ней я так понимаю не надо применять ну физически эти законы вот насколько я понимаю я как бы тут не читаю это я так догадываюсь поэтому поэтому дальше теперь 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 нам надо добавить шарик в этот движок да чтобы шарик тоже был в движке а соответственно если в движке есть объекты какие-то то там уже идут просчеты их столкновения я так понимаю ну и куча всего ну в зависимости от того что движок делает ну а здесь мы добавляем как я куда-то клацнул шарик наш как динамический объект его радиус 50 а баунс что-то такое баунс а баунс у него 0.3 не помню как переводится так так давайте реланч бу-бух круто круто ну чуть-чуть наехал чуть-чуть наехал на этот ну я думаю если мы радиус изменим на 60 вот бэмс 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 то не очень красиво давайте 55 баунс что такое баунс баунс самое но угадал а если мы баунс сделаем 0.9 что будет а это типа вот этот коэффициент я понял ну упругости может быть короче да 3 ну блин круто на самом деле будет время если будет то может она будет конечно же что-то простенькое сделать какие-то танчики может быть или 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 angry birds неплохо ложится конечно ну написать сам angry birds быстро конечно же не получится но но тем не менее короче динамик мы сказали что наш шарик является динамическим объектом значит он может падать с чем-то сталкиваться ну короче к нему применяются законы физики к платформе законы физики не применяются поэтому она статическая шарик мы указали радиус этот радиус нужен для определения столкновений соответственно кто уже смотрел какие-то мои а чё он прыгает постоянно видосики тот знает что для определения столкновений проще всего когда объект ну неким чем-то обернут в данном случае здесь обернуто к прямоугольникам а здесь просто непосредственно круг чтобы определить столкновение потому что если бы определять столкновение непосредственно брать вот этот контур этого шарика это довольно таки сложная задача то есть сложная и трудоемкая поэтому проще любой объект взять в некий невидимый круг либо прямоугольник либо многоугольник и определить столкновения вот поэтому мы здесь указали радиус ну а это коэффициент некий коэффициент упругости наверное типа написано если 0 то никакой упругости не будет и соответственно он отпрыгивать не будет он просто упадет бух и все ну и как бы никакой физики не будет вот а 0 3 уже мы видим какую-то физику дальше функции ну кстати у меня есть видосы по немного по лоу ну как по лоу по я там project zomboid играл ну или играю и читаю там книгу совершенный код и вот у меня есть пару видосов уже было по созданию этих блин модов вот а моды пишутся тоже на лоуа поэтому там тоже используется лоуа project zomboid и я уже немного с этим лоуа совсем немного знаком короче говорят давайте создадим нашу первую функцию ну давайте создадим что она будет делать давайте вот тут где-то напишем ее дальше дальше давайте типа push push что за push нет я так понимаю это типа когда нажимаем на попадаем на наш шарик если мы попадаем то какой-нибудь линейный импульс придаем нашему объекту баллон баллон это наш уже объект соответственно мы будем применять к нему какой-то импульс ну и там это это короче разберемся функцию добавили что нужно сделать дальше во дальше дальше так а ну-ка давайте посмотрим что напишет то есть типа хорошая такая команда когда мы применяем ее к динамическим физическим объектам то как бы толкаем получается толкаем объект в каком-нибудь любом направлении параметры которые передаются говорят нам говорят физическому движку как сильно толкнуть этот объект то есть горизонтально или вертикально ну здесь я так понимаю это x и y не я не понимаю что такое минус первый параметр 0 первые два параметра 0 и минус 075 указывает нам направление на форсирование да то есть первое число это горизонтальная плоскость или x ось а второе вертикальное да короче блин проще всего разобраться вот здесь так давайте что нам надо сделать одна функция push баллон недостаточно нам надо нам надо добавить добавить события и события какое есть какое-то событие тап я так понимаю это стандартные события непосредственно в движке тап тап это подразумевается когда мы тапаем ну по по экрану да там пальцем кликаем вот это обычно такое тап называется и соответственно если будет тап то мы вызываем функцию пуш бэлл ну ладно давайте посмотрим что будет вот я тапнул опа смотрите я нажимаю и и форсируем на минус семьдесят пять по игреку а я понял вот я клаца и он поднимается бэм 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 вон я нажимаю ну кстати уже в принципе 200 долларов приложение выросло я бы сказал до трехсот куда-то он улетел то есть я вот несколько раз клацаю и соответственно задаем ему импульс импульс именно минус ноль семьдесят пять а если я вот здесь минус пятьдесят напишу то чё будет а? чё будет? чё будет? опа а я понял это а куда мы как бы задаем ну в данном случае мы игрек у нас вниз идет и вверх соответ нет координаты дайте сюда вот у нас игрек минус игрек плюс минус это значит направление туда вверх дальше если бы мы сейчас x указали минус ну давайте укажем к примеру минус ноль целых пять то соответственно у нас вверх и влево будет наш шарик улетать во да улетел ладно а вот это это та точка на объекте к которой как бы прикладывается сила как вы увидели ну у нас центр масс я так понимаю ну в центре да вот здесь есть соответственно когда я сделал x минус ну давайте пять сделаю да то эта сила прикладется вот возьмем центр я так понимаю и минус пять пикселей и вот к этому вот приклали силу к центру масс соответственно левее от центра масс была приложена сила и наш шарик вот так вот закрутился ну по хорошему когда он упал он не должен крутиться но это все моделирование не так просто поэтому но тем не менее он крутится если давайте прикладем силу относительно у минус пять что будет а он по идее будет другую сторону крутиться и мы не ну если бы это 3d было бы то мы бы увидели по идее вот понятно если мы сделаем минус двадцать то вот это минус двадцать будет подальше от центра соответственно крутиться он будет еще сильнее ну надеюсь вы поняли да и чё сильнее крутится короче не знаю так ладно это понятно ну по поводу вот этих вот функций вот этого всего я думаю в sdk в документации все написано так что нам симулятор говорит хоть что-то он говорит ничего не говорит хорошо а давайте я попробую сделать вот так ух ты блин что-то написала ничего не написал надо где-то наверное включить вот этот мы же подключили модуль корона и где-то он по идее должен включаться ну мы же его установили дебаг экстеншенс корона десабли значит он енабли а если он енабли то чё мне так используйте не не если он енабли то почему он не не хочет подсказать по функциям баллон ну баллон есть ну это это просто фишки обычного редактора ладно принт почему он не хочет подсказать по поводу принта hello напишем напишем hello и попробуем во дебажимся видите hello и я тут нажимаю и оно там тынь-тынь-тынь-тынь-тынь вот так мы дебажимся есть но но почему это экстеншен если оно енабли то то я не вижу что оно енабли сетингс странно и что оно мне дает неофициально понятное дело сейчас где-то вирусы уже залезли атакуют ладно короче понятно точку запятой поставил в луа можно ставить точку запятой можно и не ставить я ее ставлю когда сам пишу когда не это не копипаст почему я ставлю ну и такие комментарии а потому что ммм это как в свифте там тоже можно не ставить а потом ты переключаешься на си плюс плюс или еще куда-то где-то точку забыл ну получается проблема поэтому лучше однообразно как там как-то работать так и что у нас тут в результате в результате мы создали приложение которое тянет примерно на пусть 300 на 300 остановимся на 300 остановимся и мы можем тапать ну говоря простым языком кликать нажимать на нашем по нашему шарику и и и и и и и заставлять его летать что еще что еще экстра кредит ну давайте что у нас о тап каунт давайте почитаем количество нажатий ну для этого давайте добавим еще вот локальную переменную тап каунт равно 0 а здесь я так понимаю тап каунт равно тап каунт плюс 1 так или не так дальше добавим текст текст добавим где-то вот вот здесь вот 0 ну чё чё тут то что мы будем писать оно сразу конвертируется в текст дальше координаты x y фонд и размер нет а системный фонд его размер давайте поставим размер 60 для слепых а по y давайте 30 вот вот так 0 да теперь подожди-ка а чё оно не увеличивается вот я попадаю где-то я втыкану set fill color да можно залить кстати если вы заметили когда мы к объектам обращаемся то мы не через точечку а через двоеточие то есть у объекта вызываем для объекта вызываем такую вот функцию вот а тут кстати через точечку а тут через две точечки а две точечки это по-моему для короче я не помню ладно fill set fill color почему set fill color нету ноль 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 должно быть черное а tab count то я увеличил tab count но tab текст я не изменил для того чтобы изменить tab текст нужно изменить tab текст логично логично вот вот давайте перезапустим один два три четыре пять шесть круто круто ну наверное где то гравитацию еще можно поставить так и чё и чё у нас тут вот в целом то что по уроку да описаны функции которые использовались ну и все такое сохраните свой мейнлуа залейте на app store и начинайте косить бабло если у вас получится было бы неплохо если бы вы мне часть бабла перечислили потому что я же вам помог помог ну да ладно я думаю на сегодня все ну то есть это в целом такой обзорчик как вы видите он не особо не отличается особо особо серьезностью но в целом общее представление я думаю вы уже получили о короне ссылочки на сообщество будут в описании к видео я думаю я еще сделаю пару видосов пару видосов сделаю ну или залайкайте если делать еще пару видосов чтобы вы сами вот вот здесь не колупались и не читались да просмотрели видос и в целом прикинули да как легко добавлять физику как легко добавлять ну к примеру вот здесь так понимаю мы будем стрелять ну насколько это легко то есть если хотите следующих видео то пролайкайте да там или напишите просто комментарий давай следующее ну чтобы я знал да чтобы чтобы что потому что со временем напряг совсем короче напряг в этой жизни вот соответственно если вам лень качать так и вы хотите посмотреть что будет дальше насколько легко или насколько сложно все это добавлять то пишите и лайкайте давайте еще следующий урок chapter 3 chapter 3 я так понимаю доделываем chapter 2 chapter 4 какие-то сцены star explorer chapter 4 какие-то сцены chapter 5 еще что-то непонятное chapter 6 ну это как раз вот для тех кому лень это все читать то наверное будет проще посмотреть вот такие видео chapter 7 sound and music deployment это непосредственно процесс заливки и ну создание уже продакшен так сказать версии да и диплой куда то паблишер ну для паблишер же там же надо какие-то лицензии какие-то свои эти айди айди ну да ладно короче еще раз всем спасибо за внимание то есть если хотите следующих видео вот так вот то то пишите или лайкать ну а на сегодня все подписываемся делимся ставим лайки комментируем и все такое всем пока пока пока